Добрый день, дорогие ребята! Я приветствую вас на уроке русского языка. Знание – не только сила, но и путь к успеху. Пусть ваш путь к знаниям будет всегда успешен, а ваш багаж знаний постоянно пополнялся. Проведем словарную работу. Запишите слово «багаж». Обозначьте орфограмму. Подберите однокоренные слова. Багаж, багажник, багажный. Багаж. Слова случаются, летают от народа к народу, как мечи в игре. Французы, как бы на лету, поймали некогда древнескандинавское слово «баги» – узел. Превратили его в своё «баг» – пакет. Произвели от этого слова «баг» слово «багажи». Разные тюки с вещами. И затем перебросили его в русский язык. А в русском языке к нему подобрались и прочие значения. Например, кладь, перевозимая отдельно от её хозяина – пассажира. С развитием грамотности появилось такое выражение «багаж знаний». Это накопленные, собранные вместе знания. Прочитаем стихотворение. Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, корзину, картину, картонку и маленькую собачонку. Что вы можете сказать о предложении? Правильно, это предложение с однородными второстепенными членами. Обозначьте однородные члены предложения. Мы с вами на протяжении нескольких уроков изучали однородные члены предложения. И могу сказать, что мы с вами подошли к концу темы. Итак, тема нашего урока – обобщение знаний об однородных членах предложения. И цель нашего урока – обобщить знания об однородных членах предложения. Я предлагаю наш урок начать с постановки задач. Что нужно знать по теме урока? Что надо знать? Признаки однородных членов предложения. Что надо уметь? Уметь находить в тексте однородные члены предложения. Уметь правильно расставлять знаки препинания при однородных членах предложения. Уметь употреблять в речи однородные члены предложения. Приступаем к решению задач. Задача первая. Назвать признаки однородных членов предложения. Первый признак отвечает на один и тот же вопрос. Второй. Является одним и тем же членом предложения. Третий признак относится к одному и тому же члену предложения. Четвертый признак. Обычно выражены одной и той же частью речи. Пятый признак. Произносится с интонацией перечисления. А теперь от теории перейдем к практике, к проверке наших практических знаний. Я думаю, что ваши знания отличные и вы справитесь с любым заданием. Итак, задача номер два. Уметь находить в тексте однородные члены предложения. Найдите однородные члены предложения. Однородные члены предложения выражены второстепенными членами предложения обстоятельствами. Подчеркните их. Прочитайте текст. Найдите однородные члены предложения и докажите, что они однородные. Наступила осень. Часто бывает холодно и сыро. От холода пожелтели и покраснели листья на деревьях. Вдруг подул сильный порывистый ветер. Он срывал листья и кружил их в воздухе. Ветер-азорник подхватил листочек и помчал его по тропинке. Выделите однородные члены предложения. Проверьте себя. Проверьте себя. Задача номер 3 Уметь правильно расставлять знаки припинания при однородных членах предложения. Внимательно посмотрите на схемы. Что вы заметили? Обоснуйте свое мнение. Исправьте ошибки. Проверьте себя. Соотнесите схему и предложение. Предложение и схему. Написание в предложении однородных членов. Схема 1. В бессоюзном предложении запятая ставится между всеми однородными членами предложения, которые соединены интонацией перечисления. Схема 2. Если однородные члены предложения соединены одиночным союзом «и», то запятая не ставится. Исправляем ошибки. Схема 3 и 4. Перед союзами «а», «но» всегда ставится запятая. Исправьте ошибки, кто еще не успел. Еще раз вспомните правила о постановке запятых при однородных членах с союзами и без союзов. Однородные члены предложения в бессоюзном предложении отделяются друг от друга запятыми. Запятая не ставится, если два однородных члена связаны одиночным союзом «и». Если союз «и», повторяющийся, и соединяет несколько однородных членов предложения, то запятая ставится перед его второй частью. Запятая всегда ставится, если между однородными членами стоят союзы «а» или «но». Запишите, расставляя знаки припинания. Дождик крапал, моросил, припускал, стучал, косил, ливнем лил, стеной стоял, барабанил, травы мял. Расставьте знаки припинания в этом предложении. Проверьте себя. Однородные члены выражены сказуемым, связаны интонацией перечисления. При интонации перечисления всегда ставится запятая. Теперь вам предстоит отыскать ошибки в постановке запятых уже в предложениях, а не в схемах. Запишите предложение правильно, расставьте запятые. Составьте схемы предложений. Это отрывок из известной вам сказки «Гуси-лебеди». Посадила девочка-братца на травку и побежала на улицу. Заигралась, загулялась и о братце забыла. Налетели гуси, подхватили мальчика и унесли на крыльях. Проверьте себя. В первом предложении однородные члены соединены с союзом «и», запятая не ставится. Посадила и побежала. Во втором предложении однородные члены связаны интонацией перечисления. Ставим запятую «и» с союзом «и». Между этими двумя членами запятую ставить не будем. Заигралась, запятая, загулялась и забыла. В третьем предложении все знаки припинания расставлены верно. Я думаю, вы верно справились с этим заданием. А сейчас игра-ловушка. Найдите ошибки в постановке знаков припинания. Выпишите предложения, в которых знаки припинания расставлены ошибочно. В октябре березы, запятая, и орешник стали золотыми. Листья осины не желтеют, а краснеют. День выдался ясный, но холодный. Проверьте себя. У вас должно быть два предложения с неправильно расставленными запятыми. Графическое изображение предложений с однородными членами развивает внимание и улучшает грамотность. Вам необходимо соотнести предложения со схемами. Давайте проверим. Первое предложение соответствует схеме 2. Второе предложение соответствует схеме 1. Третьему предложению соответствует схема 6. Четвертому предложению схема 5. Пятому предложению схема 4. К шестому предложению схема 3. Молодцы! Вы замечательно справились и с этим заданием. Приступаем к решению следующей задачи. Уметь употреблять в речи однородные члены предложения. Я вам сейчас предлагаю немного оживиться. Разгадайте загадочные телеграммы. Вот примерный текст. В телеграммах будут однородные члены предложения. Приезжайте в гости. У нас осень холодная, но ясная. Ждем на праздник. Апа, Ата, Ичи. Но это я составила такой текст. А вы придумайте свой текст телеграммы и запишите в тетрадь. Подчеркните однородные члены предложения. А сейчас задание по выбору. Нужно придумать предложение. Первый вариант. Добавить к выделенным словам в предложении однородные члены. Или второй вариант. Придумать предложение по схемам на одну определенную тему. Проверьте себя, сколько вы набрали баллов, так себя и оцените. Если в чем-то не уверены, поставьте вопросительный знак. Знак сомнения. Рассмотрите рисунки и составьте предложение с однородными членами, так, чтобы получился текст сообщения. Молодцы. В зоопарке. Предложения получились выразительными и яркими. Давайте подведем итог. Что мы знаем и что мы умеем? Знаем признаки однородных членов предложения. Умеем находить в тексте однородные члены предложения. Правильно расставлять знаки препинания. Определять их синтаксическую роль. Составлять схемы с однородными членами предложения. Оцените уровень своей успешности. Доскажите предложение. Сегодня я узнал. Было интересно. Было трудно. Я выполнял задание. Теперь я могу. Я приобрел. Я научился. Мне это пригодится в жизни. Спасибо вам за урок. Вы отлично поработали и пополнили свой багаж знаний. Берегите себя и своих близких. До свидания.